Продолжение следует... Так сказать, о маршруте, которым мы идем, в смысле прямого наполевательства на закон, политической целесообразности, полной концентрации власти в одних руках, полного подавления всего, что дышит, не в унисон с вождем, то в этом смысле, да, тренд очевиден в эту сторону. Я не думаю, что для больших репрессий, для 37-го года нужна большая идеология и миллионные массы, которые готовы это поддержать. Сегодня совсем другая ситуация. Сегодня у власти нет вообще никакой идеологии. Они озабочены только сохранением власти. Население озабочено по преимуществу тем, чтобы его не трогали и что-то клали в клюв, подкармливали, да, и не мешали дышать. В этом смысле власть какой-то консенсус с населением нашла. Никого 37-го года близко не будет. А репрессии будут жесткими, они уже начались. Репрессии, безусловно, начались. Они будут точечными? Они уже есть, они уже есть, но они точечные. И мы видим масштаб этих репрессий, диапазон от обысков, заведений уголовных дел, подписок о невыезде, до похищения, до, ну, арсенал у этого здания, на фоне которого мы снимаемся, довольно большой. Виктор, но ведь ГБУХа не может остановиться. Их следующий шаг. Что они будут делать дальше? Ну, я понимаю, что остановить их может только общественный контроль, которого, в общем, нет сегодня, по большому счету. Поэтому они, конечно, будут, ну, они уже сорвались. Они уже сорвались в полной беззаконии. Их можно понять. Власть нелегитимна, она уже преступна. С 6 мая этого года власть уже преступна. В каком-то смысле им нечего терять. И это вот очень опасная ситуация, психологически опасная ситуация. Они в какой-то момент, как мне кажется, перешли черту, до которой они могли еще оттабанить назад, да? С 6 мая, как минимум 6 мая, легитимность Путина не выше легитимности Александра Георгиевича Лукашенко. Со всеми вытекающими последствиями. На Запад пока пускают. На Запад пока пускают. Список Магнитского отдельная история. Я думаю, что если бы у России были, Россия занимала бы тоже геополитическое место, какое занимает Белоруссия, то уже бы не пускали. И фамилию бы он взял Лукашенко. Но поскольку у нас ядерное оружие, мы члены Совета Безопасности, и у нас военные базы средиазиатские под контролем, которые нужны штатам, да, и у нас газ, то в связи с этим он какое-то время будет ездить наружу, да? Я должен заметить, что тут вопрос только в... как в басне, которую рассказывал Хаджан Асаддин про Ишака, да, и Падишаха, и Коран. Да, это вопрос времени, да? Да, успеет ли Владимир Владимирович умереть до того, как станет официально нелегитимным, как приобретет статус или телосложение Муаммара Каддафи, это вопрос, на который я не знаю ответа, но он на верном пути. А когда народ встанет, наконец? Когда наступят на мозоль каждому? Вы знаете что? Вот это самый, может быть, печальный вопрос. Дело в том, что власть сама демонтировала все механизмы эволюционные, все механизмы, которым идет западная демократия, то есть смена власти. Она сама отрезала все эти механизмы, и поэтому изменения, которые не могут сделаны быть эволюционным путем, они происходят другим путем. Мы это все видели, да? Мы это все видели, так сказать, на египетском и львийском, и сейчас видим на сирийском примере. Ничего третьего не выдумано. Либо вариант Меркель, Саркази, Обама и там, да, бла-бла-бла, да? Людей, которые побыли администраторами и потом с большим и меньшим почетом уходят, да? Либо Каддафи, 42 года у власти, но потом, извините, лом в задницу, когда тебя поймают живым. Если котел запаивают, он взрывается? Если что, да. Ну, разумеется. Это в этом смысле, это практически законы физики. И то, что бы сделал Путин, его администрация с этим запаиванием, окончательным запаиванием, которое произошло при смене власти, при рахировке третьем сроке, ну, это, как говорил Толерант, это больше, чем преступление, это ошибка. Последним, кто мог и пытался спасти Советский Союз, по-настоящему, был академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Когда в 90-м году на съезде народных депутатов, он призывал подписать новый союзный договор. Вы помните, что его затоптали, засвистели, да, согнали с трибуны и выгнали из жизни. Через год Советский Союз рухнул, и уже никакого союзного договора, речи не шло, ни Украина, ни Белоруссия, да? Все разлетелось в клочья. Парадокс исторически заключался в том, что академик Сахаров пытался сохранить Советский Союз, а лидеры Коммунистической партии Советского Союза делали все для того, чтобы это взорвалось. Так вот сегодня, вот эти самые Навальный, Чирикова, проклятые вот эти вот оппозиционеры, агенты Госдепа и бла-бла-бла, вот они пытаются на территории России создать что-то легитимное, да? Вспомнить, как это выглядел, этот механизм, когда люди сами выбирали, да, когда считали бесчурово, когда была равная возможность у кандидатов и так далее. Они пытаются под улюлюканье и, так сказать, мерзости власти сохранить какие-то механизмы. Я боюсь, что когда все это лопнет и взорвется, власть будет судорожно искать хоть какой-то легитимный путь. Но к этому времени царствовать будет уже охлос. Продолжение следует...